Когда мы создавали НПО «Биоцентр», мы создавали его в 2009 году как технологическую компанию, задачей которого было внедрение системы «Ноутил» и «Стрептил». И мы рассчитывали, что на рынке есть интерес, мы будем сопровождать определенные хозяйства, внедрять эту модель, нам будут платить, и мы будем зарабатывать. До этого я несколько лет занимался «Ноутил», в том числе я преподавал в школе полевого опыта, которая собиралась, проводилась на территории «Агросоюз» на Украине, под Днепропетровском. И моя тема – это было восстановление плодородия почвы при переходе на «Ноутил». Это моя тема, я читал ее два года. И нам казалось, что мы разобрались. Вот эта книжка 2008 года, книжка реферативного плана «Основные этапы перехода на «Ноутил». То есть это маленький учебник, конечно, он для меня сейчас кажется наивным, простым, его нужно будет переписывать, ну, как только будет интерес, то есть, ну, посижу я там недельку, я из него сделаю такой приличный учебник. На самом деле это большая реферативная работа, мы изучали опыт Южной Америки, мы изучали вопрос болезни растений при переходе на «Ноутил», уплотнение почвы. Вот здесь вот отражено, мы эту книжку раздаем, она есть на всех выставках, где мы принимаем участие, и в год мы раздаем иногда там до тысячи, до полутора тысяч экземпляров. Вот эта книжка вторая «На пути к сухому земледелию. Австралийский опыт в России». Это расширенная статья, написанная австралийцем Яном Кином, который профессионал по австралийскому «Ноутил», который работал по линии ООН в Южном Судане, работал в Казахстане, и его на Южном Урале специально руководители хозяйств собирали деньги, приглашали как эксперта, я с ним поездил по Восточной и по Западной Башкирии. Это профи, это специалист по «Ноутил» для тяжелых условий, он специалист по сейлкам, он специалист по технологии. В этой книжке есть эти основы, которые он там дает. То есть опять мы ее раздаем везде, то есть где мы стоим на выставке, пожалуйста, подходите, я вам ее просто отдам. Что такое «Ноутил»? В начале этой книжки я даю определение. То есть «Ноутил» – это общее направление, связанное с тем, что оказалось возможным примерно лет 60 тому назад возможным выращивание сельскохозяйственных культур без обработки почвы. «Ноутил» – «Ноутилич» без обработки переводится. Есть несколько вариантов этого понимания. Есть система прямого посева, она будет звучать в переводе с английского и с испанского, система прямого посева, и еще такая вот система мульчированного посева. То есть когда поверхность почвы, она покрыта растительными остатками предыдущей культуры или сорняков, убитых сорняков. Ну, несмотря на то, что это разные названия, это все одно и то же. Просто такие вот термины еще на юге Австралии иногда используют термин «Зироутил» – «Нолевая обработка». Ну, разницы нет. То есть это синонимы. Теперь очень важная вещь, про которую я должен сказать. Существуют две модели технологические. Они принципиально различны. Это модель для сухой степи, «Ноутил» для сухой степи и «Ноутил» для зон достаточного избыточного увлажнения. Например, мы знаем, что в Бразилии, Аргентина осадков там хватает. Там 800 миллиметров и более в год. Есть много регионов Соединенных Штатов у фермеров, которые практикуют «Ноутил», они тоже используют вот эту же модель. И у них проблема водной эрозии. Это проблема номер один. И поэтому они будут стремиться к постоянному ровному покрытию растительными остатками. И есть другой «Ноутил». Мы его называем австралийский «Ноутил» или австралийско-канадский «Ноутил», потому что канадцы в процессе развития своего «Ноутила» пошли по пути австралийского опыта. И австралийский «Ноутил», австралийско-канадский «Ноутил» это 300 и менее осадков в год. Конечно, есть зоны и 400 мм, и 450 мм. Я был два сезона главным технологом в Харьковской области, в холдинге. У меня было семь типов «Сиелок», в том числе совершенно разные «Ноутильные». Вот эти «Сиелки» австралийско-канадского типа мне давали от 6 до 9 центнеров, плюс всегда. Их можно использовать и при минимальной обработке земли. Ну, то есть, вот я просто обращаю внимание, что есть две модели производственные. Австралийская модель, вот если показывать карту, она сформировалась, зона, граница внутренней австралийской пустыни степей на юге Австралии, там, где выпадает снег. И она нам должна быть максимально интересна. Но, к сожалению, у нас на юг России, я имею в виду Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, у нас эту систему никто не заводил. У нас зашли сюда две модели. Одна аргентинская, где влаги достаточное количество. Мы знаем, что в Ростовской области 8 климатических зон. Для каких-то зон она пойдет, для каких-то зон она не пойдет. Сухостепной модели не заходила вообще. У нас, мы живем в погробной стране, у нас не знают в одном конце, что есть в другом конце. Потому что по прямой от Ростовской области до юга Башкирии, до Челябинской области, я думаю, там несколько тысяч километров, где-то больше трех-трех с половиной тысяч километров. Кто двигал эту модель в том регионе? В том регионе эту модель двигал очень интересный человек, по фамилии Двореченский. Он был министром сельского хозяйства Республики Казахстан. И когда возраст пришел, он ушел на директорство Кустанельского и Нейсельского хозяйства. Вот он вел австралийский, научил в оборот. Он запатентовал так называемый сошник Двореченского. И по его, с его подачи стали создавать, переделывать обе и омички, ставя на них сошник Двореченского. Кроме того, такая знаменитая Барана Двореченского, которую также стали производить. Если интересно, я там потом немножко этих материалов дам. Но при жизни он успел сделать внедрение 500 тысяч гектаров земель, работающих по этой модели. Поскольку Башкирия оказалась достаточно восприимчивая, вообще психология башкиров, она особенная, у них очень хорошо развито технологическое мышление, они смогли освоить эту модель. На сегодняшний день у них 300 тысяч гектаров по модели Двореченского, 300 тысяч, это 12% территории Башкирия. И там есть человек, которого зовут Халил Сафин. Он очень внимательный, он академик Академии Республики Башкортостан, руководитель отдела земледелия. Он дает достоверную информацию. То есть он не привязан, он не аффилирован к продаже определенных сейлок или определенных каких-то вещей. и в то же время они там создали несколько групп. За деньги можно заказывать, они будут сопровождать. У нас для конкретики очень мало достоверной информации, потому что мы как-то застряли на уровне первого класса, начальной школы, где у нас говорят, вот наутил – это хорошо. Но видите, вот мы уже сейчас выяснили, что наутил – наутил рознь. Есть наутил для сухой степи, есть наутил для зон достаточного увлажнения. Ну вот какие, например, различия могут быть. Например, движение по полю при посеве. Аргентинская модель, где достаточно влаги, у них прижилась модель, когда они двигаются, делают посевную под углом. 45 градусов, 25 градусов. Ну, то есть, можно вот так посеять, другой вот так посеять, и все нормально получится. Зона, где нехватка влаги, там должно, вообще исключено движение техники по полю, кроме технологической колеи. То есть, если там недостаточно влаги, там почва успевает разрыхляться. Где влаги недостаточно, технологическая колея обязательно. Но опять этого нигде нет, вы ничего об этом не будете знать. Единственный момент, который у меня вот фермер, у которых немного гектаров, на юге Урала, в Челябинской области, они используют легкие трактора. То есть, где нет возможности технологическую колею держать. На тяжелых тракторах обязательно технологическая колея. Потом, какие принципиальные различия есть в модели. Ну и какие вопросы возникают при покупке сиелки. Это какую сиелку выбрать. У нас, в нашей книге, основные этапы перехода на ноутил. Покупка сиелки – это седьмой из десяти пунктов, седьмой пункт перехода на систему ноутил. Седьмой. То есть, до нее шесть пунктов вообще к сиелке никакого отношения не имеют. Итак, какие проблемы у аргентинцев, бразильцев? Ну и в Соединенных Штатах то же самое. Там, где влаги достаточно. Там проливные дожди, там водная эрозия. Самое первое необходимое условие – полное покрытие поля растительными остатками. Поля должна быть покрыта. Мы начинаем накапливать растительные остатки. И специальная сиелка, которая сеет, она прижимает эту солому, ее разрезает диском и кладет семена на небольшую глубину. Потому что оптимум – это 2-3 сантиметра. В сухой степи, когда сеешь на такую глубину, ты можешь оказаться в ситуации, когда суховеет там, еще какие-то условия, то есть, выдувается влага. Поэтому эта модель, казалось, не подошла. Не для аргентинской модели, не подошла для австралийско-канадской модели. Там специфический анкер. Анкер-анкер розни. Но я сейчас покажу, как это все выглядит. И потом можно подробно разобрать. И в книжке у меня все это описано. Вот эти вот маленькие различия. Вот это на пути к сухому земледелию. Видите, идет формирование волны. То есть, когда сиелка идет, она формирует волну. И там получается, что глубина заделки семян от поверхности, от гребня, может быть на глубине 8 сантиметров. Ну, конечно, если 8 сантиметров мы заделали, прикатали, никогда не взойдет наша семена. Но дело в том, что после вот этого анкера идет, формируется определенное счет. Такой домик. То есть, V-образный разрез. И само семя, которое кладется на дно вот этой борозды, сверху него всего 2-3 сантиметра земли. От поверхности почвы высота большая, но глубина заделки маленькая. Вот эта вот австралийская находка, она продвинула вот эту модель на огромное расстояние. И да, там частично есть зачернение, частично есть такая приоткрытость. Но она не мешает. И когда мы видели в этом году вот эту страшную жару и страшную засуху на Южном Урале, когда в момент посевной Яровых 18 мая была температура 39 градусов. То есть, если мы на юге мерзли, у нас была температура 16-17, они изнывали, там был Краснодарский край, и все это было до сентября месяца, это температура 36. 34-36, жара страшная. И те, которые с этой моделью работали, они получили нормальный результат. Ну, мы уже говорим, что это только седьмой пункт. Выбор сейлки, выбор этой технологической модели. Есть сейлки анкерные, есть сейлки дисково-анкерные. То есть, и вот эта диско-анкерная сейлка, сейлка Рогро, которую завезли в Россию, которая сейчас выпускается в Челябинске, под названием сейлка Муза. Это вот то, что нужно. То решение технологическое, наиболее, с моей точки зрения, нормально работающее. Более дешевые варианты переделаны обе амички. И в Барнауле одна организация, по-моему, Интекс называется, они стали делать и продавать блоки посевные. Можно делать любую раму, и на них ставить эти блоки. Там как раз они работают по принципу анкер с узким прикатывающим колесом, формирующим. Почему-то считается, нет необходимости объяснять, но я работал с Украиной, работал с бывшей сельхозакадемией киевской, сейчас называется, Институт природных ресурсов и природопользования, отдел кафедры земледелия. Там есть такой Николай Косолап, он научный редактор журнала «Зерно». И когда я его пытался больше десяти лет назад попросить, объясни, пожалуйста, вот какие основные сходства и различия для разных климатических условий, он объяснял примерно так, что чем больше влаги, тем междуряди меньше. Потому что много влаги, много сорняка растет, и нам нужна борьба с конкуренцией сорняком. И поэтому очень много немецких сейлок, ноутил, эти амазоновские сейлки и так далее, комплексы, там 19,5 см, 16,5 см междуряди, маленькие. Для сухой степи чем меньше влаги, расстояние между рядами больше. Существует вот австралийская модель, они сеют и 40 см, это нормально. То есть растения более экономно используют влагу, и норму высева делают очень низкую. То есть вот здесь идет подсчет, 48-50 килограммов, 60 килограммов, 80 килограммов, но больше не сеют. А у нас получается, что мы переходим на ноутил, с той традицией, которая у нас в голове, мы пытаемся сеять 250 килограммов семян, которые мы плохо готовим, мы создаем внутривидовую конкуренцию, и при внутривидовой конкуренции идет больший расход влаги. То есть если мы работаем по пахоте, по обычной модели, которая у нас в крови, в плоти, потому что мы имеем опыт, и переходим на систему ноутил, там нету каких-то второстепенных вещей. В общем, мы понимаем, что чем меньше влаги, тем шире междурятие, чем меньше влаги, тем меньше количество семян кладется в почву. Тогда у нас должны получиться большие растения с хорошим кущением. Четыре, пять, шесть стеблей вот они должны даваться. И тогда у нас будут мощные растения, которые нас вытащат в засуху. Опять, вот сейлка Хоршагросоюз, это сейлка для 450 миллиметров осадков. Там сошник Андерсона. Для сухой степи она не подошла. Она не дает того кущения. Для тех условий, для которых она создавалась, она подходит. То есть мы говорим, что есть дифференциация, что должна быть адаптивная система, где мы не просто переносим один к одному, ну как же вот там и в Бразилии 1600 миллиметров осадков, и мы переносим на условия Ростовской области полностью в модель. Она не перенесется. А какие-то элементы переносятся. И нам бы как-нибудь это собрать, я не знаю. Вот я и есть. Я думаю, что материал будет размещен. Пишите в комментариях, у кого какие советы есть. Мы можем сделать школу на УТИЛ для сухой степи. Я не продаю сейлок. Это не моя сфера компетенции. Но я как эксперт могу сказать, о чем нужно думать. Где можно подсмотреть. Куда можно съездить и руками потрогать и пообщаться с людьми. Это может быть зима, это может быть весна, это тот период, когда люди не задействованы в работах. Следующая вещь. При переходе на УТИЛ и это должен быть именно переход. Это не с бухты-барахты. Купили сейлку и все. Вчера было так, а завтра началось на УТИЛ. Мы не должны, если мы не хотим получить катастрофу экономическую или оскомину после этого на УТИЛ, мы не должны бросаться, как бы сказать, сломя голову в неизвестность. Что нас должно интересовать? Я сейчас кое-что покажу. Нас должны интересовать стартовые условия. Во-первых, почва будет разрушена. У большинства людей есть вот это мощное уплотнение ниже глубины обрабатываемого горизонта, которое вызывает блокирование влаги. То есть, весной она есть, она не идет в глубину 40 сантиметров, метр. И вот это массово наблюдаемое явление под названием чемоданы, которое мы видим при спашке. Почва, которая разрушена. И вот, представляете, мы говорим, что мы завтра начинаем заниматься на УТИЛ, и вот у нас все завтра будет очень хорошо. Первая вещь, это первый способ просто разориться. вот это вот. Поэтому, когда мы разбирали вопрос основной этапы перехода на УТИЛ, это идет два основных момента выравнивания почвы и взлом плушной подошвы. И запуск системы разуплотнения почвы. оно в Соединенных Штатах, вообще во всем мире с 2000 года было введено новое понятие здоровья почвы. И переход на УТИЛ всегда связан с пониманием восстановления здоровья почвы. Как только мы перестаем обрабатывать почву, у нас начинается спонтанное уплотнение почвы. С одной стороны, когда почва замульчирована, она разрыхляется сверху вниз. С другой стороны, вот это уплотнение начинает разрастаться снизу наверх. Это естественный процесс. В первую очередь, они связаны с тем, что почва потеряла структуру и у нас сформировалось два уровня. Первый аэробные микробы, второй аэробные. Четко разделенные зоны ответственности микробов. И анаэробам, для того, чтобы они имели конкурентное преимущество, им нужна плотная почва. Причем я говорю и это вызывает большое удивление. Я вспоминаю интересный семинар 2010 года. Я был в Киеве на выставке и был приглашен один из лучших специалистов Аргентины по наутилу. И он читал по наутилу. Ну, как всегда, что там хотят. Что вот тут пашут, тут не пашут. преимущество того, что не пашут. Все, ребята, давайте переходим все на наутил. Мы ему показываем вот это и говорим, а как вы этот вопрос решаете? Он говорит, как? У нас есть специальные чизеля. Вот мы видим специальный чизель для наутил, задача которого взломать плужную подошву и не изменить поверхность. Наши чизеля выворачивают все. И вот мы видим здесь девочка берет и втыкает в почву и видно, что все, проблема решена. И если мы начинаем и сталкиваемся со спонтанным уплотнением почвы, все, у нас три года будет все нормально, а потом может быть катастрофа. То есть есть такое технологическое решение, оно нормальное. Возможно, его надо запускать, если нет именно таких агрегатов, нужно запускать его на переходный этап и выделить двух-трехлетний этап переходный, где мы должны взломать блужную подошву, только потом переходить на утил. Это не философия, это просто практика жизненной необходимости. Можно брать ставропольские исчезеля небольшие. Мне очень нравится щелерезкий вонь, который когда-то в Топазе использовали в Ростовской области. За 500 рублей на гектар, 600 рублей на гектар он может сделать взлом тушной подошвы, не выворачивая снизу колков. Итальянский чизель Гаспардо он будет стоить 2-2,5 тысячи на гектар. Дорого. То есть есть технические решения, которые вполне вписываются в программу. На что я хотел бы обратить ваше внимание. Не слушайте философов, вы поймите что от вас хочет природа и как этому помочь. То есть мы говорим еще я немножко вначале недосказал, что 60 лет назад появился первый гербицид паракват. Он позволил бороться с сорняками без обработки. То есть для чего нам нужны орудия обработки почвы. потому что до этих 60 лет тому назад единственный способ борьбы с сорняками это была механическая обработка. Потом появился паракват, его заменил глифосат, сейчас что-нибудь придумают еще. Может быть это будут 2-3 гербицидосмесь, может быть еще что-то будет. Есть модель, которую придумал Рик Бибер из Южной Дакоты и в принципе эту модель сейчас взяли в Аргентине когда биологическим путем борются с сорняками. Научную основу этой модели предложил профессор Керженцев, к сожалению в 18-м году в феврале месяц он умер, он был руководителем целого направления в Пущино, в Наукограде Пущино, в Институте биологии, и он говорил, что сорняк сходит не потому что там есть имена, а потому что по какой-то причине есть свободные питательные вещества, которые могут быть либо потеряны в почве, либо каким-то образом принести вред растениям. И из огромного банка сорняков сходит сорняк, который начинает его съедать. И он предлагал систему бинарных посевов, которые Зеленский предлагает, сложных, то есть бинарные, тройные, четырехчерные, Рик Бибер предложил свою модель. Она заключается в следующем, то есть мы считаем, что авторство его, на самом деле, я думаю, там несколько человек работало. Если осенью взять смесь покровных или седеральных культур в осень, то есть опять это для зонг такая возможность есть, потому что на Урале у меня такой возможности нет. Очень маленький сезон, 90-дневная пшеница и все. Вот вы ее посели, вы ее убрали. Если мы эту смесь им в осень, она дает живые корни до зимы и растения собирают все, все, что могут, чтобы не было свободных веществ питательных. И когда весной мы приходим на поле, у нас не растет сорняк, потому что не включаются механизмы, когда сорняк это способ сохранения от потери питательных веществ почвы. Что он дает, кроме того, что борются сорняками, он дает дополнительный азот у Рика Бибера это около 300 килограммов, около 250 килограммов условной селитры, условного азота, то есть это примерно где-то 700 килограммов селитры. И Рик Бибер к которому приезжали с Ростовской области несколько лет назад, есть на сайте наутилер вот эти сюжеты сняты у него на полях, он показывал по несколько тысяч гектаров поля, где наутил, где не применяются никакие гербициды и где используют покровные культуры, которые и где не применяются никакие удобрения. Есть, правда, еще одна технология, Василия Кулагина из Саратовской области, наутильщик Василий Кулагин, который также не использует минеральное удобрение при наутил, имеет лучший урожай, у него подсолнечник, у него кукуруза, у него животноводство, и когда у соседей 4 центнера пшеницы зимы, у него на кукурузе 60 центнеров, на подсолнечке 20 центнеров, то есть он создал свою модель. Там есть момент не сеять до того, как почва биологически созрела. Я сейчас могу только указать направление, что есть такое решение, такое решение, такое решение, как продвигалась система в Аргентине и в Бразилии. Если мы думаем, что это один фермер попробовал, другой фермер попробовал, и вот оно у них сейчас по всему миру 180 миллионов гектаров, от 140 до 180 миллионов, и что вот ребята берете и все делаете, все было не так. В Аргентине был институт Инта, и есть институт Инта, институт агротехнологии, то есть там специалисты, они пишут книги, они вырастили целое поколение учителей, которые учат студентов наутил, и после окончания вуза агроном отправляется в хозяйство, прикомандируется, он три года там должен отработать, дальше фермер решает оставлять его или не оставлять, или сам научился, ему не нужен наемный агроном, они выставляли эту модель, ей нужно учить, кто-то должен все эти вещи решать. В Бразилии это была Амбраса ассоциация, и еще к ней прикрепилась еще одна ассоциация фермерская всей страны, и также они двигали эту модель, и они смогли сейчас до 85% эти страны перейти на наутил, и себестоимости на продукции там ниже, а урожайность можно получать на наутил выше. Опять, по переходному этапу, я могу почитать лекции по переходному этапу, в любом случае это года два, но быстрее не сделайте, вам нужно выровнять почву, потому что наутильная почва, если вы запускаете наутил, вы уже десятилетие туда ничего не делаете, а представляете, у вас остатки свально-развальных борозд остались, и вы, ваше движение техники копируют, техника бьется, повышенный расход, повышенная амортизация, вот на наутил нужно, как на многолетних травах, все выравнивать идеально, главный признак 80-85 километров по диагонали по полю, машина, джип должен лететь, и все, которые сидят в машине, не должны головой пробивать крышу, поэтому обычно там катросы берут, или другие дисковые бороны, и проходят по диагонали, выравнивают все идеально, вот это нужно будет сделать, дальше, можно ли включить процесс разрыхления, нужно, можно и нужно, что мы предлагаем, мы предлагаем использовать специальные препараты для разложения пружиненных остатков, у нас их три, ну два из них мы как бы сильно советуем использовать, которые побочное действие разуплотнения почвы, то есть на минималке вот этот год-два, может быть три, у нас нет необходимости копить стерню, нам нужно использовать органические остатки для того, чтобы включить разрыхление почвы, цена получается там что-то рублей 400 на гектар, ничего сложного там нету, но если вы впустили разрыхление почвы, два препарата у меня у меня там еще дают дождевых червей, стимулируют развитие дождевых червей, значит вы запустили процесс, который у вас останется, дальше вы перешли на растительные остатки сверху, у вас уже головной боли нету, у вас уже почва сама себя разуплотняет, это к переходному периоду, потом, какие тонкости нужны, первое, как только начинаете работать сноутил, вылезает огромное количество болезней, защита растений абыкак не подойдет, причем защита и фунгицидная, мы работаем с институтом фитопатологии, мы знаем какие господствующие патогены в каждой зоне есть, и 80% фунгицидов не годятся, какой бы фирма именитой не была, там, Сингента, например, или еще какая, нужны именно те действующие вещества, которые можно использовать, такие действующие вещества в каждом регионе есть, это отдельная тема, второй момент, инсектициды, когда я в Башкирии увидел посеянный панаутил подсолнечник, мне захотелось расплакаться, 30% растений съел проволочник, и мне удалось убедить, что если мы переходим на наутил, от проволочника обязательно пропашные культуры семена должны быть обработаны, кукуруза, подсолнечник, есть препараты, препаратов достаточно много, есть препараты качественные, есть препараты некачественные, лучше работать с качественными препаратами, и у фирм заказывать, чтобы семена были отработаны, есть форс-зео у сингенты, есть имидоклоприд у многих фирм, есть теме таксам у сингенты, и можно делать вариант форс-зео у одной фирмы, два отдельных препарата брать и смешивать, но чаще всего просто заказывается на ферму поставщика семян вот обязательная обработка, это просто вот как отчинаш надо делать, потому что в любом случае будет уплотнение почвы выше, чем при обработке, хотя биологическая система архаления запускается, и для более уплотненной почвы характерно наличие проволочника, который любит полакомиться молодой корневой системой всходов. Дальше что? Потом вот это вот такой момент упускают, например, для Ставропольского края в ряде регионов вылезла проблема слизней. Что бы я посоветовал делать здесь от этих слизней? Можно ли что-то сделать? Да, можно что-то сделать, эта система стриптил, которая хорошо вписывается в чередование с системой наутил. В стриптил нарезается полоса, это так называемое полосовое земледелие. С осени и весной туда сеются культуры пропашные. Кукуруза, подсолнечник, соя, рап, сахарные свекла, зерновые и зернобобовые. Когда запустится система, когда произойдет стабилизация системы, можно отказаться от этого стриптила. Но нам же нужно зарабатывать деньги каждый год. И эта система, она позволяет уйти от ряда проблем для пропашных культур, но они ничего не можем сделать. Это какие-то комбинированные решения. Нам не нужно вот это примитивное понимание, что ноутил это отказ от механической обработки, экономия на топливе, это новая система земледелия. Новая. Отказываемся от механического рыхления почвы, мы не отказываемся от рыхления почвы в принципе. Мы должны запустить биологическую систему рыхления. Непонимание сделает наш ноутил неуспешным. Запускаем почву огромное количество инфекции. Мы начинаем работать с инфекцией. Первое грамотная подборка химических средств защиты растений. Когда кто-то придет и скажет а биологию берем все работает. Ничего не работает. Она заработает тогда, когда почва начнет восстанавливаться. Когда начнет восстановление здоровья почвы. Я использую шкалу. Это бразильская шкала. Четыре этапа внедрения ноутил. первый этап 0,5 лет, второй 5,10 потом 10,20 потом идет больше 20. То есть идет перестройка полностью почвенных процессов. И вначале нам не хватает азота, там нужно много азота, огромное количество сорняков, с которыми надо научиться бороться, биомасса очень слабенькая, низкое количество органического вещества и вот это отсутствие структуры. наличие агрегатов. Потом у нас начинает такая переходная этапа, она плотность увеличивается, пожневные остатки уже появляются, потом фосфор вдруг начинает расти, вот его столько не вносишь, как он начинает расти. Почему? Потому что когда биомасса накапливается, она вытаскивает весь этот недоступный для растений фосфор. Это естественный процесс. Потом следующая фаза, там третья, это уже после 10 лет. круговорот питательных веществ очень высокий, еще больше пожневных остатков, и на единицу урожая у нас тратится меньше минеральных удобрений, которые мы вносим. хотя я говорю, уже направление в ноутил, где можно постепенно отказываться от минеральных удобрений, и под это есть база такая понятийная. Вот у меня фотографии из разных презентаций с разных стран, мы видим, как почва изменяется, растет органическое вещество, и вот интересная модель эволюции системы ноутил, когда увеличивается урожайность кукурузы например с 4 тонн до 8 тонн а удобрения на 30% меньше, то есть мы увеличиваем в 2 раза урожайность а удобрения на 30% меньше, чем на 4 тонны ложили. Соя растет с 2,2 до 3,6 тонн гектара, то есть мы должны добиться полной перестройки почвы. Это процесс для меня понятный, для фермеров он может быть непонятный, в него очень тяжело поверить и опять к сожалению все семинары которые проводят показывают только поверхностную часть. Вот мы тут пахали, перестали пахать, вот у нас специальная сейлка, вот давайте разберем какие сейлки нужны, кто что там придумал там, то другое третье, нас интересует чтобы система заработала. Дело не в сейлке, сейлка седьмой этап, вначале нужно разобраться и запустить систему и при запуске системы мы уже должны получить рост урожайности, рост урожайности, мы должны при переходе на наутил вот эти ямы не попасть, вот эти сложности не попасть, а у нас получается просто как повезет, у одного фермера более или менее климатические условия, почвенные условия такие, у него хорошо прижилая система, у нас же это не стало массовым, это уже у нас единицы, это могу сказать, что в Башкирии это уже 12%, это уже массовое, хотя Бразилия, Аргентина это там уже больше 80%, вот там это массовое, но они потратили 30 лет на это дело и шли очень сознательно, а у нас идет на уровне экспериментов и общения, попытаться все это системно изложить, положить это в учебник, вот это старая книжка, если действительно хотя бы кто-то, хотя бы пару слов скажет, нам нужен учебник, я его напишу этот учебник, прям специально по зонам, могу там прописать сиелки, надо только чтобы эти производители сиелок меня не пришибли, потому что там конкуренция большая, им продаваться надо, а я так все распишу, вот это вот так, вот это так, с фотографиями, вот все, потому что я за лето я страну иногда по несколько раз проезжаю, и у меня с ребятами телефонная связь со многими присылают фотографии, я прослеживаю сколько лет это все происходит, ну и мы должны понимать, что основной рывок по наутилу у нас произошел в 2010 году, то есть после вот этой ситуации 2010 года, и если вы начинаете, лучше учиться не на своих ошибках, а фактически 12 сезонов, когда ребята отработали, они делали ошибки, грубые ошибки, исправляли грубые ошибки, тратили деньги, покупали неправильные селки, эти комплексы не работали в условиях засухи, или плохо работали, один год они давали хороший результат, другой непонятный, вот чтобы этого не было, вот это вот систематизированная модель должна быть изложена, это новое видение, новая модель, и которая должна нам решить много вопросов, цены на удобрения растут, мы должны стремиться к эффективности, цены на горючее растут, мы должны стремиться к эффективности, без перестройки общей модели нам этого не достичь, влаги у нас становится меньше, климатические проблемы становятся большими, нам нужна модель стабилизирующая, нехватку влаги, избыток влаги, чтобы в почву избыток уходил, при недостатке мы имели запас влаги в почве, и обязательно переходный период, переходный период не бросайтесь, купив селку, сломя голову, кто бы вам что не говорил, обычно так говорят продавцы селок, технологи так не говорят, я как технолог крупного холдинга я бы тут же работой лишился, если бы я занимался такими авантюрными решениями, но тем не менее нам удалось все, спасибо за внимание, я все конечно не сказал, но что-то смог сказать.